итак всем здорова дайте рубля до 2 продолжая делать смотр apb сейчас он стал бесплатным сейчас стала открытая бета вроде бы тестирование или уже вообще игра пошла не знаю до этого как мы помним я в марте ли когда там сделал смотрного на масса секрет но это мне давали ак аккаунт был не мой аккаунт сейчас вот узнал что запустили открытые все желающие я свой аккаунта зарядил который еще то создал когда подавал заявку на закрытый бета-тестирование и видим не приняли в почте посмотрел приходила мне типа теперь ты можешь играть двадцать третьем что ли апреля или что-то такого да у меня то что-то неинтересно было и я это у меня почта такая на которую я не захожу особо вот так вот что тут можно сказать дополнительно так сказать игра очень требует требовательна не нужно дохуя оперативной памяти вот я ща альтабом переключил и 3 700 показал памяти занимает но у меня всего 2 гигабайт но там виртуальная все дела очень пик 3 700 хотя меня по идее 32 битные должно быть не будет трех ну хуй знает короче 3 700 он показал пик о вот тут письма мне какие-то пришли можно почитать вот первое задание от сначала типа обучающий район нужно взять связного к нему подойти взять задание ебанутое типичное для онлайновых игр когда там как world of warcraft там по идее на собирай пять клешней птицезавра притащи мне 7 поясов убитых гномов из вражеского племени и прочее поебень здесь вот я сейчас первое задание у меня было граффити какой-то закрасил бандитское это примерно как в сан-андреасе кажись было тоже нужно было граффити закрашивать или наоборот свои ставить не помню игра тормозит в общем то то есть даже без фрапса с фрапсом она тут вообще вон 9 12 fps но чай 15 16 но даже без фрапс она выдает 25 fps при том что понятно что графика здесь ущербная очень сильно то есть на уровне сан-андреаса я поставил там все на максимум но на во первых написала что там есть какие-то ограничения что типа если у тебя 32-битная операционка вот если у тебя еще памяти меньше двух с половиной гигабайт прикиньте то есть для этого говна еще нужно два с половиной гигабайт памяти и 64 разрядное это самое ну кстати ничего так красиво выглядит очень но это не пойму это может и не текстура или такая простенькая текстура надо очень нормально выглядит но это не такая же текстура такая текстура очень легкая то есть это как бы рисунок что такое текстура рисунок шпек грубо говоря и чем он проще тем он меньше весит и в этом ничего как бы удивительного тут как бы только прямые линии как бы все вот умеет лазить по лесенкам умеет прыгать все обозначено стрелочками от видите стрелочек установить прослушку карта начальная довольно таки небольшая но это начальный тип уровень тут она такая в общем ну небольшая короче учитывая что графика говно то у вас никакого кайфа от того что ты бродишь по этому городу как бы нету не хочется его изучить там блять вот это я выполняю задание ты просто подходишь фэ жмешь и все короче тебе дают культ рейтинг что-то деньги дают борьба с граффити вроде как ля-ля блять дохуя там написано неохота читать нахуй короче блять новая стрелочка появилась надо хуярить следующую прослушку устанавливать типа освещение тут есть но и шанрил третий движок для онлайн-игры тип круто тоже которая сейчас вышла самая крутая или одна из самых крутых терр онлайн который еще окажись только в корее тоже андреал третий там все говорят о крутая графика хотя посмотрел ну ролики честно ничего крутого самая крутая еще final fantasy 14 блять это я реально видел нахуй своими глазами там uber графика реально как пк эксклюзив нахуй потому что он не везде но к примеру как персы прорисованы это просто пипец да и окружение было неплохое у меня есть эти ролики можете их найти где-то в октябре они когда там были final fantasy 14 смотреть там блин реально охеренский было на начало платный я думаю они со временем бесплатно сделают когда провалится все такое на так уже проваливается она вообще как бета-тест блять идет потому что на playstation еще не вышла вышла на пк и там баги еще чет все жалуются это бабок стоит вот тут ведь мы новый уровень повышен еще какая-то хуйня появилась вот бабок стоит а идея блан playstation выйти потому что final fantasy такая японская хуй и тень которая playstation 3 родная она не выходит почему потому что еще как бы не даже не отлажен там что-то еще что-то усовершенствование какие-то хотят внести вот но у sony или кто там это делает денег дохерище поэтому несмотря на то что этот проект там пока что он провальный потому что на кажись даже чуть ли не в первое время когда я только выпустили в продажу там потом быстро цена упала потому что она провалилась по продажам и сразу быстро там цена на сколько-то упала короче и в общем херу там у них все идет но у них денег много поэтому они могут себе позволить как бы не так что проект закрыли как у то пб вначале открыли очень быстро закрыли да то есть мгновенно вообще фактически такой файл что пипец а люди заплатили реальные бабки там платили и ураса закрыли это вообще пиздец я не понимаю как можно было сделать но тут у них денег просто не было а у этих есть деньги поэтому они так себе могут позволить долго это все говно и пусть она не рентабельно но они могут долго тягомотину как бы тянуть и так далее переведено не все на русский вот пример какие-то письма по получаются они полностью на английском и какие-то то ли подсказки то ли еще что-то бывает тоже на английском вот так вот финал фэнтези самая крутая графа супер улетно она прям реально на на уровне блин я еще помните у меня на самом деле ролик был еще в июле что ли когда я только анонсировали и я думал это бенчмарк то что там было показывали я там с комментами вставил но это был просто ролик на тот момент я думал это просто как бы ну при рендеринг и так далее оказалось что это блять реально видео она так и было короче в той игре а к сожалению платная поэтому мне ее впадло покупать потому что на первых меня тормозило адски просто то есть там 69 fps иногда может 14 то есть вообще нереально если бы хоть она летала или там быстро шла я бы еще может подумал может быть бы даже и купил ну хотя там на месяц или еще как то вот этот связной которому ты подходишь берешь задание короче если мы все время тусуются какие-то уроды постоянно идет стрельба это бесит честно говоря как бы не спокойны все дела здесь это связано можно дохуя оружие всякого купить но на первый взгляд блять даже и кончится не может нахуй список очень длинный список очень длинный но на мой взгляд как я уже сто раз говорила какая разница насколько длинный там список если это не круто выглядят ну вот он выглядит благодаря все таки андреал движку как-то более-менее так неплохо лучше чем сан-андресе именно именно люди окружение такой же говно пример может даже хуже где-то лучше ну на андреал люди не так уж и плохо выглядит тут джерсов вор там бэтмен архом асилом осилим или как там это правильно звучит короче машины здесь не лицензионные поэтому они нереальные хуйня какая-то полная вообще физика у них естественно ебанутая поэтому здесь не стоит надеяться что блять ты купишь bentley bentley будет стоить очень дорого но ты ее купишь и будешь такой весь блять крутой ездить такой они у кого bentley не будет так далее на это надеяться конечно не стоит я вообще не знаю с покупкой машин ну угнать можно то есть у жителей еще как-то подходишь как уже так короче просто берешь и вот берешь короче садишься и все при этом до этого у меня было видимо из-за лагов что ты поворачиваешь и она еще некоторое время поворачивать то есть уже кнопку отпустил да вот и сейчас ты отпустил кнопку она еще как бы грубо говоря пол секунды или секунду поворачивает это очень сильно бесит это напоминает честно говоря лаги когда то как он поворачивает зависит от пинга ну это к примеру world of tanks такой там когда пинг большой ты поворачиваешь а он не поворачивает а потом через пару секунд раз и начинает поворачивать а тоже не поворачиваешь потому что как бы когда ты жмешь налево он не значит что сразу налево повернет он должен как-то сетью это короче сервером обсудить так сказать если они придут к согласию тогда уже повернет вот но выглядит супер уныло конечно очень жаль а дальше чтобы хотел еще сказать я думаю можно как-нибудь попытаться если напишите в комментах как как-нибудь собраться фанами так сказать и устроить небольшой тут ахтунг но это надо как научиться играть я к примеру сейчас вообще написали что ты имеешь право стрелять только в тех у кого имя красным написано пока что в основном красным ни у кого не написано это очень нужно разобраться в игре куда бежать что делать чтобы найти врагов встретиться предположим да нам двадцать рыл скажем и блять это я бежал бежал к связному так и прибежал непонятно пока что делать я к нажал готова не знаю что это значит вот встретиться и там кого-нибудь отхуярить короче вот это чуть ли не единственное чем можно пожалуй устроить из этой игры ну не знаю как получится сервера разные что-то я читал что будут какие-то сервера по 100 тысяч игроков одновременно но много и как войти всем ну грубо говоря друзьям там так далее на один это еще вопрос но вроде можно а вообще-то вот игрока создаешь в начале когда эти там выбираешь мир пока что там у меня было предложено 4 я один какой-то выбрал и когда ты персонажа в этом мире тип создал но это видимо сервер мир так сказать то ты он к нему привязаны ты уже не можешь перемещать может это и правильно хера сдает прикольно вот так вот если отойти четкой текстура сам пара написано как бы фокусировку взгляда в какой-то момент но это не депсов филд блять а только что было короче какой-то момент четкой но даже сейчас вот было четко я потом раз и размазня от видите разу учат еще четко и более-менее а вот довольно таки четко и ну не самый идеал конечно и вот сейчас четко а чуть раж отойдешь и размазня вот на освещение как какой-то есть но смотрите на эти небоскребы ч пиздец а всяким most wanted и ожидать 4 в миллиард раз лучше а тут видите как размыто самое главное смотрите мыло какое ладно бы туман или чо она и днем по моему так когда это днем играл то же самое как бы хуй и тень поебе вот теперь будude вечером завались и месиво и по этому мы блин затянули песенку на 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 нам на а на да на 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 на